Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами начинаем новую рубрику на канале Шашки с Олегом под названием Гениальные шашечные комбинации. В этой рубрике будут рассмотрены комбинации, что называется, Всех времен и народов. И сегодня мы с вами рассмотрим четыре комбинации. Первая возникла в партии Косенко-Массиом, которая игралась в 1979 году. СД4-ФЖ5, БЦ3-Ж4, СБ4-БА5. Разыграна ленинградская защита. ДЦ5-Бой-Бой, ЖФ6-АБ2, АЖ7-БА5-Бой назад. Черные охватывают центр белых, белые занимают центр. Далее в партии было АБ6. И обычная игра в этой позиции СД4. А вот ход ЕД4 уже такой кривой, так скажем. Черные игра от БА5 и белые делают еще один кривой ход ЕД2. То есть ослабили важное дамочное поле Е1. Кроме того, сдвинули золотую шашку. Или, как я еще называю, царскую шашку Е1. Черные игра от АЖ5. Позиция белых сомнительная, честно говоря. После хода АБ4 у черных был выигрыш. Можно было сыграть СД6, можно было сыграть ЕД6. И центр белых охватывается, связки сказываются в пользу черных. У черных был выигрыш. Но черные трусливо сыграли ЖА6. После этого хода позиция примерно равная. БЦ5, СД6, БА3, размен. Еще один размен ЕД6. И после хода СБ2 черные разменялись еще раз назад. Белые пытаются как-то выиграть и снова обостряют позицию. ДЕ3, СД6, ЕД4, ДЕ5. ДЦ5, ДЦ7. И здесь белые сделали отличный ход СД6. У черных еще была ничья после хода, например, ЕД4. Надо было разменяться назад. После хода БЦ3 и вот такого размена партия бы закончилась неизбежно ничьей. Но черные решили, что они могут выиграть. И сыграли ЖФ4. И здесь белые красиво победили. Они сыграли СБ4. Ну и после хода СБ6 белые провели красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Комбинация в стиле гроссмейстера Зиновия Цирика. Очень похожая штучка. Белые играют ФЕ3. У черных есть три взятия, но все они проигрывают. Можно побить на поле С7. Тогда белые бьют на поле Е7. И легко выигрывают. Первое взятие. Второе взятие. Если черные бьют на поле Д2. Тогда бьем на поле Ф4. Ну и после всех разменов белые остаются с лишней шашкой. И должны легко победить. Ну и основной вариант. Если черные бьют две шашки. Аж на Д4. Тогда играем БЦ5. И после боя на С7. Белые бьют три шашки. И легко выиграем. Вот такая красивая комбинация. От гроссмейстера Косенко. Вторая комбинация. Это уже из композиции. Шашист Патрихаев. Создал просто гениальный шедевр. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Здесь надо будет сделать несколько тихих ходов. Но если, друзья, вы сможете решить эту комбинацию сами. Без помощи компьютерных программ. То я вас уверяю. Вы получите незабываемое эстетическое удовольствие. Показываю решение. В этой позиции белые играют СД6. И получается. Отыгрывают шашку. То есть в начальной позиции белые были без шашки. Черные, естественно, играют АСЖ3. Белые играют АБ4. Бой. И белые играют ЕФ2. Теперь черным надо играть ЖА4. Единственный ход. И белые играют БЦ5. Ну и после хода АСЖ5. Здесь белые форсировано выигрывают. Хочу сказать, что компьютерная программа ТОШа на глубине 20 ходов говорит, что здесь у черных ничья. То есть даже она не видит решения. Но затем уже, когда проходит несколько секунд, она все-таки начинает видеть решение. Белые игра СД6. Нападают на шашку черных. И надо отходить. Тогда белые игра Д5. Бой. И бьют на поле Ж3. Ну и естественно, лучше побить на поле Ф4. До сих пор даже замысел белых еще не совсем ясен. Но вот после хода БЦ3 и размена, уже здесь все-таки становится очевидным идея белых. То есть отдаем три шашки. Делаем так называемый роздых. И затем, пользуясь тем, что черные вынуждены бить Ф на Д2, мы затем красиво попадаем в дамки и снимаем четыре единицы соперника. И в конце еще финал под названием распорка или вилка. Ну кто-то еще называет штаны. АБ6. ЕФ2. БА5. ФЕ1. И одна дамка белых, видите, легко справляется с двумя шашками черных. Очень красивая вещь. Третья комбинация из партии Нижмеддинов-Кондратьев. Она игралась в 1959 году. Кстати, хочу отметить, что Рашид Нижмеддинов был чемпионом СФСР по шахматам. И занял второе место в чемпионате СССР по русским шашкам. То есть, мог сделать гениальный дубль и там, и там, что называется. В партии было СД4, ДЦ5. БЦ3, СД6. СБ4, Б5, бой на Б6 и размен назад. Дебют от игрыш. Ну и здесь, как говорится, по желанию играющего можно сделать практически любой ход за белый. Белая игра от ДЦ3. Черная игра от ДЕ5. Белая игра от СД2. Здесь, в принципе, можно было разменяться кодом ЕФ4 с равной игрой. Но оба шашиста идут, что называется, на игру. АБ6, Б5, ЕД6, СБ4. Черная занимает центр, белая окружает. ФЕ7, БЦ5. Бой на Д4, бой на С5, бой на Б4, бой на С3. Снова можно было разменяться кодом ЕФ4. Но оба шашиста идут, что называется, на игру. АСЖ5, ЖА4. Черные здесь меняются на поле Д4 и избавляются от связки. Белые продолжают окружать центр черных. АБ2, ЕФ6, АЖ3, АЖ7. ЖА4, ЖА6. И здесь белые связывают центр черных ходом ДЦ3. Далее в партии было ДЕ7, АБ4. АСЖ5, ЕД2. БА7, БА5. Здесь уже черные испытывают недостаток ходов. И найти ничью за черных здесь не представляется возможным человеку. Но тем не менее она еще есть. Далее в партии было АБ6. И Рашид Нижмединов очень красиво выиграл. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белый. Белые играют ДЕ3. Надо закрываться. И неожиданно играют ЕФ4. Видите, друзья, три шашки бить нельзя. Потому что белые попадут в дамки на преддамочное поле и легко выигрывают. Поэтому черные вынуждены бить одну шашку. Тогда мы отдаем еще одну шашку. Затем еще одну. И затем красиво снимаем 6 шашек соперника. Таким ударом. То есть белая шашка попадает в дамки и затем продолжает бой как дамка. Очень красивая комбинация. Тем не менее, гроссмейстеру Юрию Кириллову, похоже, не без программы, Тоша, удалось найти ничью за черных. СД6. Белые нападают ДЕ3 и надо закрываться. Тогда белые играют АБ6 и полностью связали центр черных. Кажется, что ничей нет, но тем не менее она есть. ЕД6, ЖХ2. Любой шашист в этой позиции бы сдался. Естественно, программа находит ничью даже в самых безнадежных положениях. Черные неожиданно играют ЕФ4. И выясняется, что куда ни побей, везде ничья. То есть если бить сюда, тогда просто ДЕ5 и ничья неизбежна. Белые это видят и бьют либо на С7, либо на Ж7. Давайте рассмотрим бой на С7. Тогда черные бьют на Д2, белые бьют на Д4. И здесь черным лучше всего пожертвовать шашку и напасть в поле С1. Ну, если отходить, тогда черные грозят зайти в люпки на поле Е3, поэтому белые отдают шашку и играют БЦ7. Тогда играем ЖФ4. Ну и здесь есть два варианта. Если белые, допустим, нападают таким образом, тогда просто играем дамкой на Б2. И за счет обладания большой дорогой, черные достигают ничей. Если же белые нападают с поля Д8, тогда здесь тоже красивая штучка. Кажется, что черным остается только сдаться, но это не так. Черные делают вот такой контур-удар или как называют еще присоску. То есть ФЖ3, допустим, бьем сюда, и тогда черные снова играют на Б2 и красиво достигают ничей. Вот такие симпатичные варианты. Ну и последняя комбинация на сегодня. Комбинация из композиции задумана гениальным шашистом Юрием Ермаковым в 2015 году. Очень красивая вещь. Можете поставить видео также на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Не расстраивайтесь, если у вас это не получится. Комбинация тоже очень сложная. Белые. Видите, силы белых связаны полностью черными, ходить некуда. Но белые, тем не менее, не складывают оружие и очень красиво побеждают. Играем Еф4. У черных есть два боя. На поле С1 и на поле Ж5. Посмотрим оба. Если черные бьют на поле С1, тогда бьем три шашки. Черные бьют на поле Д2. Ну и здесь белые легко побеждают. Например, БЦ3. Размен. Играем ЖФ4. Бой. И здесь важно побить именно на поле Б8. То есть, видите, если побить таким образом, то тогда черные достигнут ничей. Здесь белые выиграть не могут. Как ни странно. Поэтому в этой позиции надо побить именно на поле Б8. Ну и здесь уже выигрыш довольно-таки очевиден. То есть, после вынужденного хода ЕД4 грозило ФЖ3. Ой, после хода ДЦ3 грозило ФЖ3. Здесь белые играют, допустим, ФЕ3 или ФЖ3. Снова грозят разменяться. После АБ4 просто размениваемся на Ф4. Допустим, БЦ3. Ушли на С1. Ну и здесь белые побеждают. Допустим, так. Ну, разменялись. И следующим ходом нападем на шашку С3. Так, если черные бьют в этой позиции на поле Ж5. Здесь, что называется, самый сок комбинации заключается. Тогда бьем на С5. Черные бьют на Д4. Здесь до сих пор непонятно, в чем суть комбинации. Показываю. СБ4. Бой-бой. И белая неожиданная игра от ЖФ4. У черных три взятия. Но все они проигрывают. Ну, неважно, если бить шашкой на Ж3 или на Е3. Без разницы. Тогда просто сыграем БА3. Допустим, так. Так. Бой. Ну и белые легко победят. Можете убедиться в этом сами. Поэтому. Черным надо побить дамкой на поле Ж3. Такой хитрый бой. То есть, видите, если, допустим, побить. Таким образом, тогда черные уже смогут достичь ничьей. Но белые это видят. И тогда бьют именно на поле Ф2. Черные вынуждены бить на поле Е1. Тогда белые играют ЖФ2. И еще проводят вторую комбинацию под названием стрела. Вот такая гениальная комбинация шашиста Юрия Ермакова. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Сейчас вижу, многие подписываются на канал. Все-таки людям нужно какое-то развлечение. Развлечение, отдушина, иначе можно просто сойти с ума от событий, которые происходят в мире. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...